Здравствуйте, друзья! Тоже по вашим отбросам отвечаю на такой момент. Какой же флюоркарбон по толщине? В основном нас же толщина интересует больше всего использовать для применения наших и всех известных приманок по нашему хищнику. Я руководствуюсь стандартными правилами. Собственно говоря, толщина меня в последнее время меньше всего интересует, а интересует все-таки больше разрывная нагрузка так же, как и относится к ней. Например, в стопроцентном отношении американцы. Они вообще толщину не считают и их глубокие шпули позволяют наматывать туда как угодно. У них в продаже различные размотки имеются, но по ценам, в отличие от нас, они обычно покупают себе километровые бобины и мотают вообще не глядя. Там намотал шпуль, не измеряя ничего. И все. недоволен там под завязочку. Сейчас я вам предложу стандартный такой разброс толщины флюорокарбона и его, значит, разорвной нагрузки. и, значит, на какие именно приманки и как это может влиять, так как мы используем те же самые приманки, что и босятники. практически в 100%. Кто-нибудь только мне объяснит, вот этот вот EFC-снайпер, еще старого образца от компании Sunline, флюорокарбон, почему-то 13LB у них заявлено как 6,5 килограмм. Если вы посмотрите таблицу в фунтах, то 13LB это 5,8 килограмм, но никак не 6,5. То есть, грубо говоря, 6,5-6,3 это к 14LB больше подходило. Ну, вот почему-то я, кстати, не заметил такого вот прям ну, части надо написать 14LB при толщине 0,3, к примеру. Значит, сразу скажу, что флюорокарбон бывает, грубо говоря, трех основных типов. Более-менее мягкий флюорокарбон, средний, ни рыба, ни мясо, и, значит, жесткий. Самый жесткий флюорокарбон. Чем они отличаются? Они отличаются, как правило, если посмотрите, везде, значит, ну, 100% это обязательно, 100%, там врать не будут основные производители, это 100%. Она отличается плотностью. Самый плотный, самый тяжелый, самый жесткий, это поводковый флюорокарбон, чисто поводковый. Он используется для лидеров, для поводков, на море высокой толщины. Вы можете хоть весь его на большую катушку намотать, там пофигу. Для троллинга, для каких-то там таких вот морских тем. И есть бросковый флюорокарбон, вот этот вот, например, всеснайпер, он считается, как бы, бросковый кастинговый флюорокарбон, как на мясорубку, так и на байт-кастинг. Меньшая плотность, просто-напросто. И, как бы, получается, чуть-чуть больше на разрыв. Но это сама вот эта молекулярная структура, она позволяет чуть, вот это вот, казалось бы, материала меньше, а на разрыв получается, ну, кто в физике понимает, тот понимает, о чем я говорю. Я вдаваться вот в эти вот дебри не пойду, чтобы вам голову не морочить. Чуть-чуть больше. А так у всех, у каждого флюорокарбона, у всякого качественного флюорокарбона приблизительно одинаковые плюс-минус разрывные нагрузки к этому, к этой толщине. Как я говорил, американцы при тех же нагрузках, как бы, у них как будто чуть толще по диаметру флюорокарбона. Но все это, знаете, относительно. Вот на самом деле, вот здесь вот, я говорю, на сонлайн, на японский. Допустим, вот мы возьмем вот этот вот Pantone 21, у них же материал Premium Tournament Line, Made in Japan тоже материал, да? Вот 0,37, это 20 либров. Сейчас я по таблице посмотрю. 0,37, это 9 килограмм. Все правильно. 0,37, 9 килограмм. Вот здесь вот все правильно написано. 9,2, 10, неважно. 0,37, это 9,2, 9 килограмм, это 20 либров. Здесь все правильно. А вот здесь вот непонятно, почему завышено. Сонлайн, не помню, по-моему, они тоже. А, ну, это сонлайн, это сонлайн, он вообще завышает вот это вот все. Поэтому пошел в задницу. Сонлайн мы используем нормальный флюорокарбон. Тот, который не завышает, а честно нам показывают. Значит, флюорокарбон, который мы с вами можем использовать при наших, вот, начиная от средних, я не буду говорить лайтовых, потому что на лайтовых Primark флюорокарбон нецелесообразен, ну, грубо говоря, от 7 грамм и ниже. Там все-таки целесообразен нейлон. Почему? Потому что флюорокарбон будет просто топить ваши приманки. Если те, кто форелятники, вот, форель, там, стрим, или, как их, два вида рыбалки, там, те, которые в садках, вот в этих вот, в гламурных вот этих вот водоемчиках, где разводят форель, соревнования проводят, там используют флюорокарбон именно, чтобы притопить приманку. И нейлон, чтобы ее, или шнурок, чтобы ее держать в другом горизонте. Там, да, это, там свои вот эти корреляции, они, пускай, там сами разбираются. Я к этому в их форелевые дела не лезу. А в нашей, в басовой, щучь-чучьей ловли, потому что то же самое. Использовать мы можем флюорокарбон, и, как правило, используем это от 10 либров до 20 либров. Японцы 10-либровый флюорокарбон используют обычно на это диаметр 0,26 и 4,5 килограмма плюс-минус на разрыв. Это использование для миношек, грубо говоря, 80-100-110 миллиметров. Это 10 либров. Это может быть и 12 либров. Там, понимаете, чем тяжелее будет флюорокарбон, и тем легче ваша приманка, тем флюорокарбон будет ее топить. Значит, где целесообразно использовать тяжелый флюорокарбон толстый? Это когда у нас, вот, допустим, американцы от 15 либров в данном случае вот у меня 15-либровый флюорокарбон, от 15 либров это 0,35 диаметр миллиметров. 15-либровый флюорокарбон используют и до 20, используют на джигах, там, где приманка может зацепиться, там, где важно, чтобы она была на дне, флюорокарбон ее будет топить, действительно, такой, удна держать, даже, помимо ваших там, огрузок, еще и флюорокарбон будет держать. и для диповых крэнков, там тоже используются от 15 до 20 флюорокарбон. Значит, что может более толстый флюорокарбон препятствовать гидродинамике приманки? Да, но тут надо выбирать альтернативу, либо нам заглубиться, либо нам препятствоваться. Поэтому достаточно средние или крупные крэнки, диповые, и ваш 20-либровый флюорокарбон ничего не сделает. Плюс, к тому же, он на большом расстоянии, там, 10-20-30 метров, пускай даже 20-15 метров, он немножечко тянется. И вот эта вот растяжимость позволяет гидродинамике все-таки высокоамплитудной работать. Помимо того, что сопротивление тяжелого толстого флюорокарбона будет как бы мешать. Здесь одно компенсирует другого. Так что ничего страшного. Тут надо выбирать. Когда мы работаем заросли в густых, соответственно, мы ставим более толстый флюорокарбон. Но при этом приманка, вы сами понимаете. Так как мы используем часто в лобблеры минува, это наше такое стандартное клише, то я бы посоветовал использовать флюорокарбон от 10 до 14 либров, наверное. Ну, пускай 14 либров это будет ближе к 130 лобблерам уже даже и то немножечко это такой передоз. Но грубо говоря вот 14 либров значит проблема с толстым флюорокарбоном особенно для новичков вы будете постоянно у вас будут перебежки и вспучивания даже от мягкого флюорокарбона более-менее мягкого флюорокарбона вообще не бывает. Если флюорокарбон мягче чем вы привыкли видеть обычный значит это фуфло какой-то подделка. Там плотность флюорокарбона должна быть все-таки плотностью иначе он теряет свои основные качества это абразивность невидимость и достаточно небольшая растяжимость для поэтому все-таки флюорокарбон он держится технологией возготовления в своих параметрах. Поэтому я использую тяжелые 15 либров 20 не использую 15 либров максимум. Что я использую это порядка 0,32 ну там в зависимости не больше 0,33 флюорокарбон но еще раз говорю что с ним тяжеловато работать на вспучивании регулировку катушки надо уже делать на перетормоз соответственно там ваша шпуля она имеет больший вес и инерцию придаст но это отдельная тема по забросам именно регулировки катушки а так вот от 10 до 20 либров флюорокарбон новичкам толще 0,3 флюорокарбон лучше не ставить начинать когда вы хотите начать чтобы у вас не было проблем сразу пока вы приходите на рыбалку и он у вас сухой еще не подмог сверху за счет своих ворсенок вы сделаете несколько бросков чтобы он у вас намок недалеких пичингом бросочки сделать он у вас намок и тогда уже начинайте его бросать потому что сразу сухой флюорокарбон до задницы можете не запутать он спутчится и вы будете со шпуля слабину сматывать если 100 метров все 100 метров можете распустить поэтому флюорокарбон требует определенных навыков конечно же это отдельная тема но это поскорее я буду людям показывать на семинарах на тренировках по кастингу чем как-то тут на пальцах это пытаться объяснить поэтому от 10 до 20 либров оптимально 13-14 либров это максимум для такой комфортной более-менее комфортной рыбалки с нашими воблерами от 80 до 130 воблеров это именно 13-14 либровый флюорокарбон это в районе 0,30 0,30 0,32 ну максимум 0,33 0,30 0,31 пускай вот так вот в таком диаметре в диапазоне это флюорокарбон конечно же флюорокарбон гладкий с ним работать приятно катушки там есть определенные нюансы еще раз говорю но все-таки флюорокарбон это такая вот леска которая насколько я считаю вот в средних условиях если это не дальнобой не какой-то там экстрим джерковый по трофеи это такой оптимальный вариант для нашей средней такой рыбалки это флюорокарбон поэтому собственно говоря вот на что влияет толщина в основном американцы используют чем толще они используют это два условия японцы там же кстати это суровые условия ну не такие когда ставят шнурок когда уже совсем заросли там лягушку протянуть сквозь бас ушел в дебри попробуй выдерю там 20 либров ставить толще шверкарбон нет смысла ставить шнурок мощный поэтому тоже там 20-25 либров до 25 либров шнурок ставится на разрыв поэтому относительно средние условия заросшие когда вы можете выдернуть я вам так скажу 6,5 килограмм достаточно одну кувшинку выдирает в принципе нормально или там небольшой почок рдеста а вот уже две кувшинки ну так какие попадутся соответственно 9 килограмм флюрокарбон это порядка 20 либров он уже 2-3 кувшинки даже я выдирал ну то есть такие зацепы нормальные я выдирал в принципе 9-килограммовым 20 либром соответственно вот это что касается зацепов и то что касается наших дорогущих приманок которые мы очень бережем японские ну тут понимаете все-таки по правильному носитель выбирать по степени необходимости работой по тем или иным приманкам и условиям чем везде использовать шнурок везде шнурок использовать как бы можно но еще раз повторяю грубо говоря если нам надо держать в глубине какую-то приманку то лучше флюоркарбон ничего нет понимаете он нам лучше всего притопит и будет держать приманку и даже там какой-то плавающий там суспендер с плюсом он сделает с минусом хороший как нам надо очень здорово притапливает приманку это очень важно и басятники именно вот это вот используют именно вот этот момент еще раз диповые крэнки ратлинные спиннербейты которые любят за счет вибраций лепестков всплывать начинать чаттербейты толстый флюоркарбон только лишь для того чтобы там в глубине где-то провести понимаете чтобы он в горизонте держал вот в чем дело а все что в толще воды на поверхности там пожалуйста шнурки более-менее тонкий флюоркарбон это пожалуйста можно использовать и соответственно вы уже на практике и вы уже сами ощутите поймете как он работает поводок соответственно ну поводок сами выбирайте тут уже либо ну к флюоркарбону ставить лидер из более толстого флюоркарбона слишком большой узел получится даже в средние кольца будет это ну так обычно не делают поэтому все что у нас для нашей хищника а именно для щуки используется поводок это уже такая вот тема честно говоря она мне самому не нравится ну что делать щука перетирает не перекусывает она именно а перерезает своими зубами ну вот так вкратце о толщине и диаметре и диапазоне которые целесообразно у нас использовать используя флюоркарбоновую леску я вам рассказал спасибо за внимание по-русски по-русски